Для детей, достигших 14 лет. Здравствуйте, дорогие старшеклассники и любители проверять свои знания. В эфире интеллектуальная игра «Эрудит». С вами я, Тамирис Шамшиева. Сегодня еженедельный отбор и, как обычно, мы будем бороться за ректорский грант, который предоставят КГПУ имени Умрызака Султангазина. Ну что ж, я пожелаю удачи нашим ребятам и мы начнем. Здравствуйте, давайте знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте, я Байсей Тваружан, ученица 11 класса Докчайской средней школы. Здравствуйте, я Ротенберг Дарья, ученица 11 класса школы-лицея номер 3 города Житькары. Здравствуйте, меня зовут Карпова Карина. Я учусь в Щербаковской средней школе имени Марьян Кемжановой. Ну что ж, приятно с вами познакомиться. Я хочу познакомить вас с экспертом сегодняшней игры. А у нас эксперт Анна Разноглазова. То есть вы являетесь экспертом и вы будете следить за чистотой игры. Девочки, поделитесь своим хобби. Чем вы занимаетесь в свободное время? Я большее время посвящаю ЕНТ, так как я должна успешно его сдать и люблю петь песни. Отлично. Дарья? Я занимаюсь подготовкой к поступлению в университет, также люблю лёгкую атлетику и рисование. Я занимаюсь подготовкой к ЕНТ и учу языки. В основном учу английский. Ну что ж, девочки, я желаю вам удачи и я готова озвучить правила первого тура. Итак, правило первого тура совсем простое. То есть каждому участнику задаётся по 5 вопросов по школьным предметам и вопросам ЕНТ. Даётся три варианта ответа. И ответив правильно, участник получает 3 балла. Итак, я желаю вам удачи. Вы готовы? Хорошо. Аружан, мы начинаем с вас. Итак, первый вопрос. Авторы в древности повествуют о победе саков над персидским царём. А. Дарьем, Б. Сокисфаром, В. Киром. А. Правильный ответ, Киром. Не волнуйтесь, мы продолжаем дальше. Второй вопрос. Предки птиц. А. Млекопитающие, Б. Земноводные, В. Рептилии. А. Какой ответ? С. То есть В. Рептилии, да? Правильный ответ, рептилии. К эндогенным процессам, формирующим рельеф земной коры, относятся А. Температура, Б. Сель, В. Землетрясение. Можно ещё? Да, конечно. К эндогенным процессам, формирующим рельеф земной коры, относятся А. Температура, Б. Сель, В. Землетрясение. Б. Правильный ответ, землетрясение. Неправильно. Объединение Италии завершилось присоединением. А. Сицилии, Б. Ломбардии, В. Рима. Рим. Правильно, правильный ответ, Рим. Мы продолжаем. Остался последний вопрос. Определённый процесс создания жизненных благ, необходимых для существования и развития человеческого общества. А. Способ производства. Б. Производство. В. Потребление. А. К сожалению, это неправильный ответ. Правильный ответ – это производство. Не отчаивайтесь, ещё впереди два тура. Дарья, мы переходим к вам. Я желаю вам удачи. Также вам подготовлено пять вопросов. Ну что ж, начнём. Итак, первый вопрос звучит так. Какой город на Сырдарье оказал сильное сопротивление монголам? А. Джент. Б. Тарас. В. Сыгнак. С. То есть В. Правильный ответ – Сыгнак. Всё верно. В процессе дыхания корень выделяет А. Органические вещества. Б. Кислород. В. Углекислый газ. В. Углекислый газ. Всё верно. Правильный ответ – углекислый газ. Фотография местности, сделанная с самолёта. Как это называется? А. Горизонталь. Б. Аэрофотоснимок. В. Космический снимок. Аэрофотоснимок. Правильный ответ – аэрофотоснимок. Итак, следующий вопрос. Холодная война закончилась. А. Распадом СССР. Б. Вступлением СССР в НАТО. В. Выводом советских войск из Афганистана. Распадом СССР. Всё верно. Распадом СССР. И последний ответ, Дарья. Не относится к целям правового государства. А. Формирование рыночной экономики. Б. Ограничение власти. В. Формирование высокой правовой культуры. Можно ещё раз? Да, конечно. Не относится к целям правового государства. А. Формирование рыночной экономики. Б. Ограничение власти. И В. Формирование высокой правовой культуры. Ограничение власти. К сожалению, это неверный ответ. Правильный ответ – это формирование рыночной экономики. Не расстраивайтесь. Ещё впереди два тура. Карина, вы готовы? Мы переходим к вам. Я желаю вам удачи. Первый вопрос. В эпохе железа предшествовал период? А. Палеолит. Б. Неолит. В. Бронзовый век. А. Правильный ответ – бронзовый век. Неверно. Аккумулирует солнечную энергию. А. Гриб. Б. Берёза. В. Бактерия. Можно ещё раз? Да, конечно. Аккумулирует солнечную энергию. А. Гриб. Б. Берёза. В. Бактерия. Б. Правильный ответ – берёза. Верно. Как называется действующий вулкан на Антарктиде? А. Эребус. Б. Килиманджаро. В. Ключевая сопка. П. Нет, к сожалению, правильный ответ – А. Эребус. Бронзовый век пришёл на смену. А. Мизолиту. Б. Палеолиту. И В. Неолиту. Б. Правильный ответ – неолиту. Неверно, к сожалению. И последний вопрос. Сфера деятельности людей, в которой создаётся богатство для удовлетворения их разнообразных потребностей? А. Потребление. Б. Управление. И В. Экономика. Так. А. Правильный ответ – экономика. К сожалению, неверно. Ну что ж, первый тур подошёл к концу, и я прямо сейчас готова озвучить результаты. Итак, итоги первого тура. А. Ружан набрала 9 баллов. Дарья набрала 9 баллов. Карина набрала 9 баллов. Ну что ж, девочки, вы идёте рядышком друг с другом. Ну и, конечно же, совсем скоро вас ожидает второй тур. Ну а прежде чем к нему перейти, давайте немножечко поговорим. Я думаю, что у каждого интеллектуала есть свой девиз по жизни. Какой он у вас? Всегда идти вперёд и, несмотря на трудности, преодолевать их. Угу. Дарья? Только вперёд к своей цели. Идти только вперёд. Всё верно, да? Карина, как же у вас? Мой девиз – никогда не отчаиваться. И что нужно идти всегда вперёд. Ну что ж, можно делать, да, вывод такой. Если есть огромное желание, то непременно будет упорство, труд и терпение. Конечно же, это непременно так. Расскажите мне немножечко о своей будущей профессии. И почему выбор пал именно на ту или иную профессию? Ружан, начнём с вас. Я хотела бы стать учителем биологии. Ну почему? Почему именно этот предмет? Мне с детства интересна биология, и мне это очень нравится – изучать, знать всякие определения, касающиеся биологии. Угу. Вот. Хорошо. Быть учителем, конечно же, нелёгкая профессия, но это та профессия, которая всегда необходима, всегда нужна. Дарья? Я бы хотела стать физиком-ядерщиком. Это очень интересная профессия, и с начала учения физики мне всегда нравилось заниматься этим. Очень даже интересная профессия. Угу. Карина? Я бы хотела стать филологом. Мне очень нравится учить языки. Больше всех я люблю английский, потому что он мне легко даётся, и мне он очень нравится. Ну что ж, я немножечко теперь больше знаю о вас. Вы мне раскрываетесь как личность с другой стороны. Ну что ж, вы готовы ко второму туру? Я готова озвучить правила второго тура. Правила второго тура совсем простое. Я озвучиваю 12 вопросов. Кто первый поднимет планшет, тот и отвечает. За правильный ответ даётся 5 баллов. А за чистотой игры, конечно же, будет следить эксперт. Итак, начинаем. Авторы герба Республики Казахстан. Какие она нет? Нет, спутайте. С флагом. Правильный ответ Малибеков и Уалиханов. Второй вопрос. Судья в казахском обществе, знаток народной жизни, обычаев и норм обычного права казахов. Как его называют? Судья в казахском обществе, знаток народной жизни, обычаев и норм обычного права казахов. Старина? Нет. Аксакал? Ну что ж, мы идем дальше Правильный ответ B Золотого человека обнаружили в кургане В каком? Карина Иссыкском Правильный ответ Иссыкский курган Все верно Мы идем дальше В войне с ними прославился сакский пастух Ширак С кем воевали саки? Сунгарин К сожалению, это неверный ответ Есть варианты? Дарья С персами Правильный ответ персы Будьте немножечко поувереннее, не бойтесь Не ответив неправильно Ничего страшного в этом нет Хорошо? Мы продолжаем В 1941 году он участвовал в битве за Москву В составе 316-й стрелковой дивизии Под руководством генерала-майора Памфилова Герой Советского Союза Назовите его имя Всеми известны Давайте повторю вопрос Мамошила Все верно Когда образовалось казахское ханство, укажите время В каком веке? Карина 1465-м Век? 15-й век Верно Инаугурация Что означает этот термин? Инагурация Когда происходят выборы Хорошо? Да? Становление как бы главой Точнее Карина Вы на правильной мысли Немного ее доработаете Правильный ответ Вступление в должность президента страны Эксперт Вы посчитаете нужным Засчитать или не засчитать Потом скажем Итак Мусульманская духовная школа Как она называется? Карина Медресе Правильный ответ Медресе Аксюек Что означает этот термин? Богатые люди Нет Точнее Мне нужна более точная информация Благородные люди Переходим дальше Это белая кость Белая кость Представители знати Потомка Чингисхана Итак Годы Великого Бедствия Укажите время Правильный ответ 1723 по 1727 год Рубила Что означает этот термин? Дарья Это вид топора Древних людей А точнее Правильный ответ Это первое орудие Труда человека И последний вопрос Самый знаменитый хан Казахстана Назовите его имя Аблай Все верно Аблай хан Итак Девочки Я поздравляю вас Тем Что второй Этап Подошел к концу Ну и прямо сейчас Я озвучу его результаты Итак Результаты Второго тура Оружан Набрала 5 баллов Дарья Набрала 5 баллов И Карина Набрала 25 баллов Ну а мы Идем дальше Итак Девочки Прежде чем Перейти К следующему туру Давайте Немножечко Поговорим о нашей стране Как вы считаете В чем Ее главное преимущество Ваш взгляд Молодежь Точнее В молодом поколении Подрастающем поколении Почему вы так считаете? Ну потому что Будущее зависит только от нас Дарья Как вы считаете? Я тоже считаю Что главное преимущество Это Современная молодежь Мы идем вперед Развиваемся И развиваем Наше государство Как вы считаете Какая сейчас Молодежь Как вы можете Ее характеризовать Оружан Молодежь сейчас Очень умная Современная Они Будущее Казахстана Как вы и сказали О том что Все будущее Казахстана Это в руках молодежи То есть Непосредственно В наших руках И мы конечно же Должны развиваться Самосовершенствоваться И быть конкурентоспособны Так как 2019 год Ивляется Годом молодежи Сейчас для молодого поколения Открыты Огромные возможности И самое главное Нужно уметь Этим воспользоваться И 2020 год Это конечно же Логическое продолжение Это год волонтера Поэтому я думаю Что Это очень важно Помогать другим Помогать близким людям И конечно же Делиться своим добром Ну что ж Сделав такие выводы Мы переходим К третьему этапу Итак Правило третьего тура Состоит в том Что каждому участнику Задается Пять логических вопросов За правильный ответ Дается Десять баллов Ну что ж Я вам желаю Удачи Итак Оружан Мы начинаем с вас Как спрыгнуть Как спрыгнуть Десятиметровой лестницей И не ушибиться Правильный ответ Нужно прыгать С нижней ступени Что можно видеть С закрытыми глазами Каждый из нас Каждый из нас Это видит А сны Все верно Сны Что в огне не горит И в воде не тонет Воздух Нет Правильный ответ Лед Кого австралийцы Называют морской осой Медуза И последний вопрос У тридцати двух воинов Один командир Да У тридцати двух воинов Один командир Ключевое слово В цифре Зубоязык Так, ну что ж Мы переходим к Дарье Вы готовы? Как правильно говорить Не вижу белый желток Или не вижу белого желтка? Белого желтка не бывает Все верно Молодец Можно ли зажечь Обычную спичку Под водой Чтобы она догорела До конца? Правильный ответ Да, можно Но в подводной лодке Итак Когда черные кошки Лучше всего Пробраться в дом? Когда дверь открыта Все верно Из какой посуды Нельзя ничего поесть? Из какой посуды Нельзя ничего поесть? Из пустой Да И последний вопрос Какой рукой Лучше размешивать чай? В которой ложка? Все верно Что ж Мы переходим Карине Вы готовы? На какой вопрос Нельзя ответить Да Ты спишь? Да, все верно Ты спишь Можно ли предсказать Счет любого матча До его начала? Правильный ответ Да Можно Счет 0-0 Что может путешествовать по свету Оставаясь в одном и том же углу? Луна Нет Еще раз внимательно послушая Что может путешествовать по свету Оставаясь в одном и том же углу? Счет Нет Почтовая марка Какие животные всегда спят с открытыми глазами? Рыбы Все верно Рыбы И последний вопрос Какие насекомые одомашнены человека? Многие их боятся Правильный ответ Пчелы Итак Третий тур подошел к концу Я думаю, что такие вопросы все-таки заставили вас Да, немножечко подумать Какой же может быть интересный ответ Ну что ж, мы Прямо сейчас озвучим результаты третьего тура Итак, результаты третьего тура Оружья набрала 30 баллов Дарья набрала 30 баллов И Карина набрала 20 баллов Девочки, как вы считаете По наибольшему количеству баллов Кто оказался впереди? Кто в сегодняшней игре оказался впервые? Есть ли предположения? Карина? Карина, а как вы считаете? Не знаю Ну что ж, мы пока что не знаем Эксперт пока подсчитывает Итоги сегодняшней игры То есть по наибольшему количеству баллов За все три тура Будет определен победитель Который перейдет в следующий тур Но я напоминаю, что самый главный приз Это ректорский грант На обучение в КГПУ имени Умрзака Султангазина Итак, итоги сегодняшней игры У нас сегодня победила Карина Мы вас поздравляем Вы набрали 54 балла А Ружан и Дарья Вы набрали ровно по 44 балла Ну что ж, похлопаем Карине Ну хочется отметить всех вас В первую очередь спасибо за то, что вы пришли на эту игру Пришли проверить свои знания Вы большие молодцы И я хочу, чтобы прямо сейчас Вы поделились своими впечатлениями об игре А Ружан Эта игра была очень интересной Для каждой из нас И я думаю, что я узнала очень многое И должна еще учиться дальше Тарья Игра была очень интересной Я многое вспомнила, что подзабыла уже Узнала некоторые новые сведения Раньше как-то даже не задумывалась о таком Карина Мне очень понравилась эта игра И я думаю, что каждый из нас Сделала выводы Над чем нам нужно поработать А что для вас является Самой огромной мотивацией? Мотивация Мои родители Дарья Вера моих родителей Друзей в меня Карина Тоже присоединяюсь к девочкам У меня тоже мотивация является Мои родители Мои друзья И все Самое главное, чтобы была поддержка Дорогих людей Ну и хочется вам пожелать Чтобы вы в первую очередь верили в себя И у вас непременно все получится Спасибо еще раз за игру Но прямо сейчас эксперт поделится Своими впечатлениями В данной игре Девочки себя показали хорошо Вот Каждая боролась за ректорский грант Карина Карпова выиграла Желаю всем удачи в дальнейшей игре Игра подошла к концу Объявлен победитель Карину еще раз мы поздравляем И конечно же хочется отметить всех девочек Я желаю вам удачи Ну что ж А мы увидимся с вами снова До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин